Программа поддержки активного образа жизни для пожилых людей «Активное долголетие» стартовала еще летом. И с тех пор к ней присоединилось множество жителей нашего муниципалитета. На тренажерах теннисом занимаюсь. И как вам? Нравится. Ну, самочувствие вы чувствуете? Ну, лучше, конечно, немножко, конечно, устаешь, но потом прекрасно себя чувствуешь. Собор так в гроба Господня. Позавчера ездили они в Иерусалимский. А вы тоже ездили? Нет, я раньше была. Я не ездила. Очень понравился. Так, экскурсия отличная. Все понравилось. Экскурсовод работал хорошо. И музей сам понравился. Девочки очень приятные. Все рассказывают интересно. Вообще приняли нас, пенсионеров. Низкий поклон, ребята. Вот могу я, хочу сказать. Посещение кружков и секций по интересам, спортивных и творческих занятий, экскурсий. Словом, каждый может найти что-то по душе. Активное долголетие – это не только творческие и спортивные мероприятия, но и интересные краеведческие экскурсии для пенсионеров. Сегодня жители Ленинского округа побывали на Бутовском полигоне. Месте, где в 1930-х годах было расстреляно более 20 тысяч жертв политических репрессий. Бутовский полигон – место знаковое и тяжелое, но побывать здесь хотя бы раз должен каждый. О страшном назначении бывшей боярской усадьбы окрестные жители едва ли догадывались. Пространство, ее площадь 2 квадратных километра, огородили колючей проволокой, расставили посты, никого сюда не пускали. Местным жителям объявили, что здесь проводятся учебные стрельбы. Вот с той поры и привелось название этому месту – Бутовский полигон. Что здесь происходило на самом деле, стало известно только в 90-е годы 20 века. В 91-м были рассекречены так называемые расстрельные списки Бутовского полигона. С августа 1937 по октябрь 1938 года здесь расстреляли и захоронили в братских могилах более 20 тысяч человек. Без суда и следствия, без уведомления родственников по приговору НКВД. И это только те личности, которых удалось установить. Их имена высечены на аллее памяти, построены на народные деньги. Аллея 1938 года. И входя по ним, входя в этот символический ров, он перед вами открывается. Именами людей, которые покоятся в остальных, в реальных могилах. Участники программы осмотрели сам полигон, поклонные кресты и два храма на территории мемориального комплекса. Экскурсия произвела очень сильное впечатление. Очень такое трагическое воспоминание обо всем этом. И как-то тяжело даже говорить на эту тему, простите. Полигон функционировал вплоть до 1953 года. Поэтому сколько на самом деле людей покоятся в этих курганах, доподлинно неизвестно. Но пока в народной памяти живут события тех страшных лет, есть надежда, что они больше никогда не повторятся. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно ТВ.